всем привет меня зовут андрей и вы на канале industrial tool сегодняшнее видео будет посвящено вот такому гибридному пылесосу от компании makita это уже не первое видео на моем канале про такой пылесос что я хочу рассказать именно в сегодняшнем ролике я хочу показать вам как из этого пылесоса сделать строительный пылесос вы сейчас скажете так это ж makita он и так строительный это новые пользователи на это наверное так спросят а кто уже смотрел мои ролики тот знает что у makita бывают несколько видов пылесосов makita делает пылесосы как для уборки так и для стройки то есть для сбора пыли сухой и для сбора именно строительной пыли вот эта модель она называется dvc 150l и она предназначена именно для уборки помещений то есть его можно использовать дома как обычный пылесос который у вас есть дома типа там вот который в мвидео продаются в таких магазинах там томас и всякие боши и прочее причем я вообще рекомендую дома использовать особенно тех у кого коттеджи большие какой-нибудь строительный пылесос для домашней уборки чем покупать вот эти все домашние пылесосики потому что он будет более мощнее более на мой взгляд лучше убирать опять же это мой взгляд вы может будете думать по-другому так вот но есть у makita и такая же точно модель и называется она dvc 151 и в той модели уже установлен хепа фильтр вот именно наличием хепа фильтра отличаются типы пылесосов то есть если есть хепа фильтр то значит уже можно с мелкодисперсной пылью работать со строительным мусором если нет хепа фильтра то нельзя ну еще плюс у этого пылесоса есть конечно минус у него нет если даже мы установим хепа фильтр принудительной очистки фильтра то есть встряски никакой здесь нет и короче что я сейчас хочу вам показать я хочу еще купил себе вот такой вакуум метр мы замерим в таком состоянии сколько покажет прибор стандартном стандартной комплектации замеряем с хепа фильтром и также от сети и от батареек или пятерочки у меня есть полностью заряжены ну и погнали вообще вообще изначально когда вы покупаете данный пылесос давайте покажу что нам придет если мы его вскроем вот так то внутри мы видим здесь наличие вот такой штуки которая называется поплавок и она занимает если мы посмотрим всю почти часть вот этого мусорного контейнера в мусорном контейнере стоит вот такой называется предфильтр плотный мешок так вот это для тех кто не читает инструкцию или не прочитал инструкцию этот поплавок нужен нам только для того чтобы собирать воду то есть этим пылесосом можно собирать воду но при этом используя этот поплавок предфильтр должен здесь стоять другой то есть для сбора воды вам нужно докупить совершенно другой предфильтр он будет состоять я уже тоже это говорил в каком-то ролике покажу он примерно вот он точно такой мешок только вот эта тряпочная часть она вот как вот эта сеточка и тогда и можно собирать спокойно воду вода наполняется поплавок поднимается и блокирует чтобы вода не засосалась в систему поэтому как только мы купили и хотим использовать его просто как обычный домашний пылесос или там вы работаете в клининге гостиница чем удобен этот пылесос там для работы в гостинице если нет сети можно работать от аккумуляторов вот он поплавочек который отверстие у нас закрывает просто мы это снимаем и удаляем нам это не пригодится пока мы не захотим собирать воду винтики чтобы не потерялись я закручиваю обратно изначально признаю честно я не прочитал инструкцию я им пользовался плюс еще мешки поставил в пылесос я думаю блин чем мешок пылесос уже не тянет нифига типа говорит что мешок полный открываешь мешок полупустой оказывается весь объем пылесборника занимает вот эта пластиковая часть поэтому мы ее снимаем и убираем не скорее всего в моей жизни я это использовать не буду поэтому долгий далекий ящик мы это убираем далее что еще идет комплектации комплектации пылесосом идет набор из таких 10 пакетов для чего они нужны по сути их можно как ставить так и не ставить один мешок он по моему даже установлен показываю для чего это это нужно для того чтобы если вы работаете без мешка или даже с мешком и но он у вас например порвется хотя они не знаю макитов мешки не рвались ни разу короче если вы работаете без мешка чтобы потом не мыть этот бак не чистить просто моего сюда устанавливаем мешок таким образом ну и контейнер наполнился просто взяли смотали и в мусор поставили следующий мешки не обязательно заказывать магитовские сюда подойдет любой так сказать пакет от пятерочки и мусорный пакет это такая вещь можно ставить можно не ставь можно просто пойти контейнер перевернуть высыпать но с пакетом более удобно вы его сразу так завязали и понесли не когда высыпать будете не обделаетесь так сказать пылью если ветер будет поэтому кучи конечно с пакетиком этим использовать далее что мы делаем мы ставим предфильтр и давайте попробуем замерить показания поставили предфильтр все сейчас установлю батареечки я колеса заблокировал тут еще можно увидеть блокировать колесики он со стола не вкатился ставим два аккумулятора поворачиваем ручку включения здесь у нас стоит на всю можно посмотреть заряд аккумуляторов включаем и давайте я сейчас подвину вам камеру чтобы вам было виднее и так работа с обычным предфильтром без мешка предфильтр для сбора обычной пыли пробуем но он даже 001 не набрал мега паскаль где-то 008 теперь подключаем сеть тут есть разъем чик такой соединяю включаем разницу видели больше 002 там 0022 где-то теперь давайте сделаем замеры с мешком причем мешок я взял он уже видите с мусором внутри и хочу вам сказать видите какой хороший мешок что я даже здесь и строительную пыль пылесосил и он но образом сказать почти чистый сверху то есть он не пропускает мусор качественные мешки мешки комплектации не идут их надо докупать отдельно поскольку не по 5 по до 5 штук 15 литровые мешки и при этом при этом сейчас покажу что нужно сделать давайте плюс у этих мешков видите какая есть фишка когда вы мусор вытаскиваете чтобы он обратно туда пыль не дуло картона что так закрываем бумагой мы сейчас вернем это назад вот видите раз закрыли и можно выносить сейчас мы будем вставлять обратно показываю так снимаем пылесос снимаем предфильтр и здесь еще есть такая резинка она мешает нам использовать мешок она снимается вот эта вот часть сняли и можно спокойно одевать сюда наш мешок открываем таким образом его укладываем видите надо было и картон очку чудо надевая немножко пыли видите оттуда вышло то есть чтобы вы понимали мешок чуть-чуть наполненный и примерно вот так это выглядит причем что на 15 литровые что на маленькие не помню восьми литровые по моему один и тот же мешок идет на 15 литров одеваем предфильтр и ставим на место пылесос ну и давайте делать замеры так будет лучше видно может это было от сети как видите показания не поменялись от батареек ну да от батареек этот пылесос так игрушка но иногда иногда все-таки помогает далее теперь показываю что нужно для того чтобы поставить сюда хипа фильтр для этого нужен сам хипа фильтр я его купил давно коробку уже от него выкинул он бы поставлялся в коробочке в картонной на хипа фильтр должен быть натянут вот сюда еще один поролоновый предфильтр так сказать вещь почему-то очень дефицитная очень долго искал когда появится в наличии можно сказать еле нашел ели купил одевается он вот сюда вот так не знаю для чего он нужен ну как доп защиты наверно кепы и как бы выглядит несуразно но как есть и книг к этому всему нужен предфильтр вот этот который здесь мешок стоит совершенно другой совершенно другой давайте его поставляется он в такой коробочке картонной посмотрим что у нас здесь ну да вот он сам предфильтр мусор получается как вот на маленьких пылесосах тростях там мешочек есть такой синий из такого же тонкого материала давайте одевать смотрим как это будет выглядеть убираем вот этот предфильтр слишком по идее толстый вот кстати давайте сейчас замерим я поставлю вот эту вот штуку вот с этим предфильтром а потом проверим вот с этим будут ли разница показания сразу я на батарейках даже пробовать не буду вот видите хепа прямо четко внутрь ложится давайте включаем но он как бы тоже 2 и 2 и 2 показывает 0 0 0 0 22 мега паскаля поэтому у меня такое чувство что особо разницы не будет какой предфильтр использовать и мне что-то кажется вот этот даже получше будет хотя фиг его знает давайте поставим вот этот возможно с этим он более мягче мешок наполнится больше либо с этим фильтром можно без работать без мешка вот не знаю для чего это сделано но вот все тоже четко стает пробуем включаем включаем ну как видите разницы нет ну по идее по идее буду использовать как говорят и говорит макита то есть как положено вот там посмотрим что еще какие моменты еще нужны при использовании вот мы превратили полисов строительный дальше это же еще не все идет идет у макиты вот такой стандартный шланг этот шланг для уборки и он продается по моему в комплекте вот я не помню то ли шланг и щетка и трубка это идет комплект для уборки либо просто да помню со шлангом комплект для уборки а для работы с инструментом этот шланг ну как бы он пойдет но неудобно из-за того что он толстый и такой неуклюжий им неудобно работать с инструментом поэтому макиты есть пылесосом которые идут с хепа фильтром 151 модели например поставляется уже тонкий шланг плюс еще какой минус тех пылесосах поставляется почему-то другая трубка вот в этом такая труба она состоит из двух частей металлические трубки но я вот один раз и ходил и все и больше разнятия их не смог тут то ли в тиски надо зажимать и сильно тянуть но все они намертво села но у макиты есть существует телескопическая трубка кому интересно вот убирать этот пылесос там в шкаф неудобно вот эту трубку хотя она вот здесь вешается и как бы и пофигу стоит и стоит с ней но кому нужно прям складывать трубка мешает есть телескопическая следующий момент если вы купите шланг который тоненький для инструмента к нему сразу в комплекте будут идти переходники под инструмент я же не стал покупать шланг решил сэкономить докупил просто различные насадки вот такие их можно использовать например для лобзика вот эта тоненькая или для шлифмашинки это больше для всяких штроборезов уже вот сюда она вставляется и подходит причем жестко вставляется сейчас покажу ну и к примеру уже можно идти и штробить все пылесос готов для того чтобы полностью засрать жалко но появилась шабашечка нужно будет поштробить поэтому воспользуюсь этим пылесосом чё вам я им дома почти не пользуюсь а тут вот подвернулось дело ну давайте посмотрим как выглядит пылесос внутри что с ним произошло проштробили мы особо немного метров 15 короче вот штроба здесь нет вот штроба и на кухне здесь штроба и здесь где-то метра два короче если как красный кирпич как он называется клинкер это керамика теплая керамика штукатурка и шлакобол есть места где я прям штробил два провода то есть на максимальную глубину фиолетовского штроба ну и давайте взглянем с засралась там внутри или нет вот смотрим все в идеале вообще не пылинки фильтр чистый чистенько оно подымает предфильтр тоже изнутри чистый пенопласт вообще чистый анкадемии предфильтр то есть мешки макитовские оригинальные работают идеально он 15 литровый ну туда и он для меня и высыпать можно с него конечно хера но можно и высыпать ладно закрывай ну по ресурсу тема но дороговато наоборот фишка вот причем он хорош видишь он полностью закрывает это все нет нигде никакой лазейки не для пылинки здесь идеально чисто на остальных же пылесосах мы прикручиваем этот сепофильтр и под резиночки это все пыль проходит и потом идет в двигатель здесь на нем такого нет поэтому отличный пылик ну и естественно советую использовать его с мешка без мешков мне кажется будет беда единственный момент ну скорее всего это как и на всех пылесосах вот здесь идет выдув отсюда теплый воздух выходит когда он работает а вот здесь непонятно то ли она всасывается все таки есть видите пыль то есть окружающая пыль которая в воздухе летает пока мы там штропим какая то все равно попадает внутрь и может быть там чуть-чуть будет не чисто внутри но блин по поводу того что он девяносто девять и девять процентов всасывает пыль это прям факт мы сейчас в этом убедились ну на этом все так что кому понравилось данное видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока и сразу же предвидя от вас комментарии по поводу того почему он так слабо всасывает от аккумуляторов скажу такое что это единственный гибридный пылесос у макиты и в нем используется стандартный сетевой щеточный двигатель то есть такой же точно двигатель который стоит в керхерах бошах и других строительных пылесосах а аккумуляторные пылесосы которые не гибридные которые чисто работают аккумуляторов там уже используется совсем другой движочек там бесщеточные двигатели используются и те уже аккумуляторные пылесосы будут тянуть намного сильнее а 40 вольтовые они будут тянуть еще лучше плюс еще я читал статью появился пылесос на 2 по 40 который не по порядку использует по очереди аккумулятора а именно на 80 вольт и там я нашел статью японскую там человек пишет что особо разница между 40 вольт и 80 вольт он особо там не заметил чуть-чуть прибавилось и то есть он написал там у кого уже есть 40 вольтовый пылесос переходить на 80 вольтовый как бы смысла нет кричать обязательно смотрите как бы по также какой